Рязанское областное министерство социальной защиты населения предоставляет услуги проката специального оборудования для людей с ограниченными физическими возможностями. В перечень так называемых технических средств реабилитации входят ходунки, телескопические пандусы, трости, костыли, различного вида опоры и многое другое. При комплексном центре социального обслуживания населения города Рязани организован пункт проката и школа реабилитации. Мы сейчас находимся в реабилитационном модуле. Это модуль квартиры, которая нам приспособлена под нужды инвалидов. Организован нам здесь пункт проката технических средств реабилитации. Средства реабилитации представлены креслами-колясками, ходунками, всевозможными тростями. Вы видите костыли подлокотные, костыли с всевозможными видами опор, речевые устройства, видеоувеличители с речевым выходом, тонометры с речевым выходом, умывальные стойки и много других. Всего у нас 23 номинования технических средств реабилитации, которые мы предоставляем гражданам пожилого возраста и инвалидам безвозмездное пользование. Для того, чтобы воспользоваться техническими средствами реабилитации, получить необходимые им средства, необходимо обратиться к нам в министерство с паспортом, в котором отмечена регистрация на территории Рязанской области. И это средство можно будет получить безвозмездное пользование на 6 месяцев. Это оборудование поможет встать на ноги людям, перенесшим сложные операции или получившим травмы позвоночника и конечностей. Выдается инвентарь на полгода. В случае необходимости срок аренды продлевается. А еще Минсоцзащита выделяет в постоянное безвозмездное пользование жизненно необходимые для инвалидов предметы ухода. Здесь представлены технические средства реабилитации не только из пункта проката, но и как образцы модуля реабилитационной квартиры. Здесь можно увидеть у нас многофункциональную кровать, которая позволяет принять любое положение тела человека, когда он находится на этой кровати и не может сам как-то подняться. Обеспечение рязанских инвалидов всем необходимым – вот одна из приоритетных задач Министерства соцзащиты. Если уж наши реалии практически не предусматривают никаких удобств для данной категории граждан, то хотя бы оборудование и все необходимое устройство просто обязаны быть для них в открытом доступе.